Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа подробности. И сегодня у нас в гостях Алексей Лощенов, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Насколько я знаю, сейчас в Рязанской области проводятся мероприятия по предотвращению незаконных схем уклонения от уплаты налогов. Если можно, подробнее расскажите, какие меры предпринимаются для борьбы с теневыми заработными платами? Да, в первую очередь речь идет о налоге на доходы физических лиц. Вы действительно упомянули такую застарелую проблему, заработные платы в конвертах, на слуху вот эта тематика. Но прежде чем говорить о мероприятиях, которые проводятся традиционно уже совместно налоговой службой правительства Рязанской области, правоохранительными органами, органами местного самоуправления, я, наверное, позволю себе несколько слов о неблагоприятных, негативных последствиях, которые связаны с этим явлением, применительно к физическому лицу, к работнику. Вроде бы, что здесь плохого? Глазами работника он получает заработную плату, наличными денежными средствами. В принципе, он не обязан стать перечислятельный налоговый агент, работодатель, налог на доходы физических лиц в полном объеме, со всего объема заработной платы, или с той, которая номинально в ведомостях числится. Но это лишь поверхностный, поверхностный такой формальный взгляд. В чем существо вопроса? Получая заработную плату в конверте, то есть не отражая реальную налоговую нагрузку по налогу на доходы физических лиц, не показывая заработную плату в том фактическом объеме, который она выплачивается работнику, работник фактически решается в перспективе тех социальных гарантий, которые связаны с уровнем реально выплаченной заработной платы. Это и пенсионное обеспечение, и обеспечение в рамках фонда социального страхования и так далее. Плюс еще, если у работника возникнет необходимые заявления вычеты с налоговой базы, с его дохода, скажем, имущественные вычеты, связанные с приобретением объектов недвижимости, социальные, профессиональные вычеты и так далее, то вот сумма налоговых вычетов будет рассчитываться налоговым органам, в качестве такой своеобразной меры социальной поддержки, да, работникам законодательства, она предусмотрена эта мера, именно с той заработной платы, о которой официальный работодатель сообщает информацию в налоговую службу. Ну и, наконец, что такое МДПЛ? Это один из значимых налогов, составляющих в бюджетной сфере. У нас более 50% поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Рязанской области формируется именно налогом на доходы физических лиц. То есть, не перечисляя этот налог, фактически создаются условия, когда и налоговый агент, и работник не участвуют. Вот таким способом в реализации социальных обязательств своих, своей малой частью, но, тем не менее, в общем консолидированном бюджете Рязанской области. Это первое, на что я хочу обратить внимание. Второй момент. Какие мероприятия проводятся в настоящее время налоговой службой для оккупирования этого негативного явления? Ну, главное, на что я хочу обратить внимание, это телефон нашей горячей линии, управление Федеральной налоговой службой по Рязанской области. Поэтому телефону можно сообщить как раз об этих фактах, когда работодатель не перечисляет налог на доходы физических лиц в полном объеме, или работник имеет информацию либо о организации, либо о других гражданах, которые не перечисляют НДФЛ. Телефон горячей линии 24-28-44. Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Мы на каждый звонок, естественно, реагируем. В целом, в Рязанской области у нас реализуется комплекс мероприятий, касающийся борьбы с этим негативным явлением, не перечисление НДФЛ в полном объеме. Главное из них, конечно, это комплексные выездные налоговые проверки, которые проводятся по налоговым агентам при наличии соответствующей информации. По стране за прошлый год более 30 миллиардов рублей было доначислено налог на доходы физических лиц организации. У нас в прошлом году 875 налоговых агентов, то есть предприятие было выявлено, которое уклоняется в той или иной форме от перечисления налога на доходы физических лиц. Доначисление достаточно существенное. Вот на комиссии по легализации налоговой базы мы их каждый раз перед тем, как открыть выездную налоговую проверку. Мы приглашаем представителей организации, вызываем на комиссию по легализации налоговой базы. Это включается и налоговый, и правоохранительный органы, и муниципальный органы. Вот только методами допроверочного анализа 206 миллионов рублей удалось обеспечить поступление с таких налоговых агентов, консолидированный бюджет дополнительно по налогу на доходы физических лиц. Также в регионе подписана дорожная карта. Первым заместителем посетителя правительства с участием налоговиков эти мероприятия реализуются. Например, получив справки о перечислении НДФЛ и заработной платы работника за 2014 год, мы их уже проанализировали, и буквально по отраслевому принципу начинаем комплекс мероприятий, касающийся в том числе и принятительного взыскания задолженности по налогу на доходы физических лиц. Вот мы проанализировали, например, такие отрасли, как перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Выявили только за первый квартал более 66 миллионов рублей расчетной налоговой задолженности. Предприятие также вызывается на комиссии по легализации, рассматривается вопрос о проведении выездных налоговых проверок. Еще один комплекс достаточно серьезных мер связан с легализацией неформальной занятости. Когда физическое лицо имеет доходы, но не отчитывается в налоговую службу, не имеет статуса индивидуального предпринимателя, и при этом мы не видим поступления налогов с этих доходов и со стороны налоговых агентов, работодателей, по той простой причине, что это физическое лицо просто не состоит в трудовых отношениях. Тоже проводится комплекс мероприятий во взаимодействии с Министерством труда Рязанской области о легализации такой неформальной занятости. Ну и совместно со службой судебных приставов исполнителей мы тоже выявили, тех налоговых агентов, которые уже имея вступившие в законную силу судебные акты, уклоняются от перечисления НДФЛ. В том числе и такое явление у нас присутствует. Порядка 65 миллионов рублей мы передали об службе судебных приставов соответствующую информацию для принудительного взыскания за должности. Такая совокупность этих мер, на наш взгляд, должна иметь действительно реальные ощутимые эффекты для перечисления НДФЛ в полном объеме в консолидированную бюджету области. Алексей Васильевич, просто интересно, насколько часто работники сами звонят в налоговую службу для того, чтобы пожаловаться на своих работодателей? В первом квартале у нас порядка 30 таких звонков, соответственно, было. В основном, конечно, эти работники, они сообщают либо о выплате заработной платы ниже прожиточного минимума, если такая ситуация имеет место быть, мы в взаимодействии с Гострудинспекцией эти признаки проверяем. Также достаточно количество звонков о работниках, с которыми были прекращены трудовые отношения и не выплачены были соответствующие меры социальной поддержки, в том числе и пособия, средняя заработная плата и так далее. Соответственно, по мнению работников, также и работодатель в этой ситуации уклонялся от перечисления НДФЛ. Ну и также значительный кластер звонков уже на уровне налоговых инспекций поступает по физическим лицам, которые сдают в аренду жилье. Это традиционная тема, мы однократно в этой студии обсуждали и не отчитываются по налогооблагаемым доходам. Сейчас тоже об этом будем говорить. Ну и по другим видам доходной деятельности, по которым необходимо платить НДФЛ. А какое наказание предусмотрено для налоговых агентов, которые не перечисляют налоги за своих работников? Действующим законодательством предусмотрена возможность проведения налоговых проверок за начислением налогов и установлением налоговых санкций. Но вы задали вопрос, касающийся наказания. Сейчас предусмотрен целый комплекс мероприятий новым федеральным законом. Я хочу заглянуть, может быть, уже на шаг вперед. Это 113-й федеральный закон. Действительно, такая проблема была. Проблема какого уровня? Дело в том, что налоговые органы могут реагировать на эти налоговые правонарушения, имея информацию о ежегодном перечислении НДФЛ. А в нам работодатели отчитываются по действующему законодательству раз в год о предшествующем налоговом периоде. Конечно, тут достаточно трудно оперативно прореагировать. Что предпринимает законодатель? Уже оформлено соответствующее решение. Подписан федеральный закон 113-й президентом. Он опубликован был совершенно недавно на официальном портале правовой информации. Вот я позволю буквально минуту занять о том, что будет с 1-й на 16-го года. Основные моменты этого федерального закона вступают в силу именно с этой даты. Вообще, первое и главное, вводится ежеквартальная отчетность налоговых агентов, не годовая, как сейчас, а именно ежеквартальная отчетность перед налоговым органом о суммах удержанных и перечисленных налогов и доходах физических лиц каждого работника. Такая отчетность будет представляться в налоговую службу по утвержденному формату и в электронном виде. Какие последствия непредставления отчетности? Как налоговые органы смогут оперативно прореагировать на то, что в бюджет не поступает налог на доходы физических лиц? Работодатель уклоняется от перечисления НДФЛ при выплате заработной платы работника, Первое и главное – налоговые органы будут иметь возможность приостановить операции по расчетным счетам такого налогового агента и также электронные платежи с участием этого налогового агента. Если в течение 10 дней, соответственно, по истечении срока установлено для ежеквартальной отчетности, такая отчетность не будет представлена налоговому службу. Как только налоговый агент будет устранять эти правонарушения, то и отпадут основания для приостановления операции по расчетному счету. Второе – будут установлены штрафные санкции, они вводятся в действии, я напомню, также с 1 января 2016 года, 1000 рублей за каждый непредставленный своевременно отчет на налоговую службу по каждому работнику. Будет установлена ответственность за представление недостоверной информации в этом отчете. То есть, если мы после проверки выясним, что отчет не соответствовал действительности, что на самом деле НДФЛ перечислен в меньшем объеме, чем выплаченная заработная плата, также будут предусмотрены штрафные санкции. Целый комплекс мероприятий. Ну вот я смотрю сейчас средства массовой информации, отзывы на этот федеральный закон, что дополнительная фискальная нагрузка на бизнес возлагается, опять какая-то отчетность непонятно зачем. На самом деле это далеко не так. Дело в том, что мы сопоставляем меры стимулирования развития субъектов среднего малопредпринимательства с той фискальной составляющей, с той обязанностью по уплате налога на доходы физических лиц, которые каждый налоговый агент, который выплачивает работу как бы соответствующую заработную плату, должен своевременно исполнять. Поэтому в законе, кроме того, для как раз субъектов малопредпринимательства предусмотрен определенный особый подход. Если общее количество работников меньше 25, то можно будет в налоговую службу представлять такую отчетность не в электронном виде анабумажного носителя. Поэтому все оперативно, достоверно и направлено в первую очередь на то, чтобы минимизировать негативные последствия уклонения, неправомерного уклонения от перечисления налога на доходы физических лиц с вашей заработной платой. Вот такой комплекс мероприятий. Теперь давайте о тех, кто все-таки платит налоги. Насколько я знаю, 30 апреля это был последний срок подачи налоговой декларации. Какая-то статистика на сегодняшний день у вас существует? Конечно, да. Я напомню, что это за мероприятие. До 30 апреля нужно было отчитаться физическим лицам по тем налогооблагаемым доходам, которые они получили в 2014 году, и по которым не был удержан налог на доходы физических лиц. То есть работодатель, например, не перечислял НДФЛ по этим доходам. Какие-то доходы. Это весьма традиционный спектр доходов. Это доходы от продажи объектов недвижимого имущества периода владения менее трех лет. Это доходы от передачи в аренду объектов недвижимости, соответственно, доходы, которые получают собственник такого объекта. Это доходы от отчуждения долей в уставном капитале общества, граничной ответственности и других юридических лиц. Ну и иные виды доходов, там, от продажи транспортных средств периодом владения менее трех лет и так далее. В целом, в этом году декларационная кампания, когда физические лица самостоятельно до 30-го числа по форме 3 НДФЛ, вот это такая достаточно уже привычная для нас аббревиатура, декларация по форме 3 НДФЛ представляет налоговую службу, вот декларационная кампания прошла весьма результативно. Мы уже подвели предварительные итоги, у нас порядка, добровольно отчиталось, порядка 19 тысяч налогоплательщиков, это на 110% выше аналогичных цифр прошлого года, соответственно. Если говорить о налоге их доплате, то вот тоже можно сегодня уже сказать, это порядка 79 миллионов рублей, тоже достаточно серьезная цифра, на 37% она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к тем физическим лицам, которые до сих пор еще не исполнили такую обязанность. Вот 30 апреля прошло, сегодня у нас есть все основания для привлечения к налоговой ответственности, если есть доходы и не представлена налоговая декларация, но еще не поздно представить соответствующую декларацию в налоговую службу. Мы в ближайшее время будем направлять налоговые уведомления, уже для уплаты имущественных налогов, надеемся, что мы в этой же студии будем обсуждать и эту тематику. И вот с налоговым уведомлением все, кто не исполнил свое время на обязанность по представлению налоговой декларации по форме 3НДФЛ, получат предупреждение, предупреждение и напоминание. Мы конкретно укажем информацию об имуществе, которое располагает налоговый орган, и еще раз предупредим об ответственности за неисполнение обязанности до 30 апреля. Поэтому последним шансом необходимо воспользоваться и своевременно в налоговую инспекцию представить декларацию по форме 3НДФЛ. Сейчас очень удобно, можно из личного кабинета налогоплательщика физического лица и форму автоматизированно запомнить, соответственно, чтобы не путаться в определенных строках и номенклатурах этой декларации. И также представить ее либо по почте, либо путем личного обращения в налоговую инспекцию. Если у вас есть серийная электронная цифровая подпись, можно также представить из личного кабинета налогоплательщика физического лица. Алексей Васильевич, большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Все так нам подробно, доступно рассказали. Надеюсь, что наши зрители вас услышали и в скором времени пойдут в налоговую службу. Время оплатить налоги. Да. Спасибо. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин